всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гелла вас азы и сегодня у нас спецвыпуск беседа с хорошо знакомым и любимым нами давида мэдельманом почему спецвыпуск думаю понятно приветствую давид рад тебя очень видеть спасибо я очень надеюсь что хамас позволит нам провести эфир без сирены необходимости спускаться бомбоубежища они обычно правда это делают темные часы дня а мы снимаем светлое время поэтому нас решался будем надеяться но мой 10-летний сын шайка который спит обычно выставив ноги вот на весу над кроватью и одетый в обуви он этот вскакивает бежит бомбоубежище и по ходу ругается или на русском или на иврите говорить хамас это что будильник они что обязательно должны будить шайку начну с банально очень вопросом но все таки я думаю что за это что канал растет постучал по дереву здесь все свои и главное что интересует наши жители как я прежде всего я хочу сказать огромное спасибо ну большую благодарность всем кто в эти дни мне и другим изобретянам я снова повторяю мне и другим изобретянам выразил вот слова соболезнования сочувствие вопросы как вы а это был просто поток вот и я думал что у меня будет огромный поток на юбилей кого-то который был несколько лет назад несколько дней назад а но то что происходит сейчас во время войны мне пишут совершенно незнакомые люди из вашего региона в том числе грузины которых я не знал которые мне пишут мыс вы меня не знаете но я видел вас программе гилы вас адзе я хочу вам написать это вот я получаю в личку фейсбука огромное количество новаться получает не знаю откуда мой телефон узнали и далее получая огромное количество сообщений от азербайджанцев от там других стран там из средней азии казахстан и пакистан из украины из россии но и это большое большое спасибо всем кто это пишет опять таки на многие там московские блогеры выражали вот что мир выражается но он как в единстве с израилем подкрашивая свои здания цвета израильского флага ребята хотя бы так на эти хотя бы так потому что есть и те которые выражают совершенно противоположные чувства есть страны которых люди танцуют на крышах и разбрасывайте риски узнав о гибели израильтян я имею ввиду ираны имеют некоторые арабские этот земли а то мы видим эти кадры большой большой радость я вижу что происходит у московских z-пропагандистов какая у них бьющая просто неиссякаемая радость по поводу ну во первых того что евреев убивают это наверно всегда должно быть приятно за пропагандистом а во вторых там такие ну что теперь галкин и собчак будут мобилизованы в израильскую армию ну вот я хочу я хочу горчить не галкина не собчак в израильскую армию не мобилизует но могу обрадовать их что в отличие от них z-пропагандистов ни галкину ни собчак не дадут а гастрольных туров для привлечения мобилизации для тот день когда была объявлена мобилизация 300 тысяч израильтян за один день 300 тысяч резервистов стали в строй и то что происходило у нас на дорогах а есть видео тот весь хочет может найти сети когда едут люди на бронемашинку на танк и выходит вот толпа там я не знаю пожилых людей детей женщин которые кидают всякие это не знаю шоколад конфеты передают передают огромное количество первой необходимости во всех городах но просто у нас происходит так что собирают эти ящики отправляют и сервистам и солдатам кто-то когда нет вы поймите вот эти вот сушеную сладкую кукурузу все пошлю надо посылать подзарядки для мобильных телефонов прежде всего такие банки уже этот заряженный заряженной батареи вот это вот это необходимо время на моем городе решение это есть вчера было объявлено необходимость давать кровь уже к вечеру попросили на завтра и послезавтра нет давать кровь потому что просто очередь выстрела такая что невозможно отработать и все возможности израильской медицины по сбору крови не успевают за этим никогда ну то есть за последнее время не было такого ощущения единства единства народа который чувствует себя что он воюет если говорить про допустим мой дом могу сказать про одного сына который с собаками ищет мины и трупов то есть пропавший без вести могу сказать про дочку которая мобилизована как для оказания но первой помощи в области мчс сына которые в авиации опять-таки резервист моя жена завтра едет на базу как волонтер опознавать трупы при помощи рентгеновских снимков зубов ну и могу привести еще еще десятки десятки примеров того что того что происходит вокруг я то есть у правительства нету проблем мобилизовать еще 300 тысяч если нужно будет резервистов на разбираться кто виноват но были потом но виноват конечно же потом стойкость стойкость и самое главное первое что у любого человека возникает я думаю это то что вам вопрос безопасности вопрос жизни близких знакомых друзей просто не помню все это в израиле сейчас я думаю что очень многих людей таких немало да и кстати есть уже говорим о солидарности и не со не солидарности меня вот неприятно удивила реакция армян грузины не писали в личку я я вас не знаю но я хочу вам сказать только мне приходили и в личку и в комментарии а армяне которые но меня совершенно не знали и выражали бурную радость по поводу того что у нас происходит что у нас люди погибают и не знаю этот вот это просто вот из всех народов бывшего союза меня к сожалению больше всего в этот раз поразили армяне а заголовки в армянских изданиях типа а в армении репорт статья заслуженная кара для израиля и о том что вот есть высшая справедливость что их так убивают и вот цитата что этот израиль не просто замаран чудовищных преступлениях и так далее так далее и сообщение что армении не может быть на какой-либо другой стороне до стороне кроме той что противостоит еврейскому государству но вот ребят это во первых очень плохо для кармы во вторых хоть я не христианин и мне не положено прощать не рекомендуется риге я вас прощаю знаете почему я вас прощаю потому что народы которые вас с таким воспаленным сознанием они будут наказаны и без нашей мести и это уже происходит справедливости ради надо ответить что далеко не все же я понимаю я думаю что и далеко не все азербайджанцы нтт или грузины сочувствует израиль ну опять-таки в сельских районах азербайджана где смотрит турецкое телевидение я думаю что есть люди которые ну нет не сочувствует израиля а наоборот сочувствует палестинцы но я просто говорю что вот я конкретно своем примере вижу как у меня разрывается лента оба мессенджере от сочувствия он там его от вопросов как вы со стороны грузин и азербайджанцев и от проклятий и злорадство армян и мне и мне эта вещь я не знаю вот если не кого-то и жалко это армян потому что люди которые на так настроены они не могут быть в сане победителя они всегда будут в сане лузеров что давай перейдем к политическому что называется анализу хотя я всегда я первый день написал что писать сложно какой нафиг политический анализ когда я только боль и переживаю поэтому но сейчас я думаю что уже время политического анализа в общем то пришло как правильно заметил володя копчак у тебя на канале то что говорит давид это только одна из возможных точек зрения внутри израиля я это согласен никто тебя очень сильно поражает огромное количество иностранцев которые мне советуют как мне относиться к моему правительству я я россиянам которые мне советуют этот более тепло относиться моему правительству советую любить путина может мне запишут основном люди которые путину плохо относятся к грузинам влюбиться в карибашвили потому что те кто мне пишут обычно тоже плохо относятся к нынешнему грузинскому правительству я не советовал я не советовал тебе относиться как-то ну знаю тебя не советовал тебе относиться как-то по-другому как то я знаю по другому ты не будешь относиться я и тем не менее вот факт самый массовый теракт в истории человечества по моему так более массового теракта я один сентября нет 11 сентября не более массового теракта неправда и это по количеству жертв если ты считаешь или по я его считаю по масштабности по масштабности по массовый таракт однозначно по количеству людей которые в нем участвовали и так далее границу в двадцати двух местах и в общем-то армия обороны израиля вступила в бой вот такой полноценный бой достаточно порт да и во многих местах это зависело только от того как население могло самоорганизоваться вот сегодня у нас в качестве героини почитают 25-летнюю девочку кинолога этот из подразделения окиц которая служила вместе с моим сыном ее зовут инбар 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 рабин либерман это очень смешно сочетание двойной фамилии потому что рабин это левый премьер-министр либерман это правый правый политик руководитель партии наш дом израиль так вот инбар рабин либерман она жила в кибуце и ее кибуце значит за ее неутомимую энергию назначили руководительницы дежурных это дежурных частей дежурной группы которая в случае чего должна что-то искать что-то находить отвечать ну и она отнеслась к этому серьезно серьезно отнесла чтобы в кибуце был склад с оружием чтобы оно оружие было смазано готово все остальное и когда начались вот эти события и все буквально охватила паника паралич там я не знаю гнев а девушка быстро сориентировалась обижала кибуц раза заставила раздать оружие все встали на те места которые они должны стоять и к моменту когда террористы подошли к кибуцу был открыт огонь 25 террористов были убиты после первых залпов остальные разбежались ни одного кибуцника нет не пострадал вот такие вещи у нас произошли но понятное дело что героизм населения он очень часто этот должен компенсировать но промахи армии полиции разведки политиков но и по и прочее 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 и у нас безусловно то что произошло это целый ряд таких промахов которые надо будет этот расследовать ну как допустим расследовалось в израиле промахи приведшие к неудачному началу войны судного дня который мы говорили на прошлой передаче тем не менее вы знаете что я понимаю что сейчас сложно на это все ответить есть масса версий в том числе и версии таких аспирологических и так далее тем не менее вот как это могло произойти вот этот вопрос конечно честно говоря у меня первый вопрос сразу же какой был посмотри огромное количество ракет огромное количество боеприпасов летающих которые летят черт знает откуда и черт знает куда с этой массой но ведь невозможно было их готовить а можно тебе задам такой вопрос представьте себе что вам вроде в груди стало известно что на территориях абхазии и южной осетии находятся огромные склады с ракетами что вы будете делать у нас у нас грузии армия обороны уровня цеха нет я я просто говорю вот вам стало известно что там находится много ракет а я тебе задаю второе вводное условие но это это извини это по иврейски вопросом на вопрос а я я в данном случае говорю сексом другой вещь понятное дело что израиль известно о том что в газе накапливаются ракеты ракеты как правило накапливаются подземных бункерах это обозначает что те цели которые известны уничтожаются первые часы войны обычные первые часы боевых действий а потом они накапливаются заново то есть это вещь как гной это его может откачать и он снова накапливается гнойник на месте для того чтобы но не накапливался надо решать вопрос с гнойником они они с гноем тут все более менее порядок они в тот момент когда там есть подземная инфраструктура есть склады где скрывается лидеры хамаса а обычно во время боевых действий мы стараемся их тоже достать и уничтожить опять-таки мы стараемся сделать так чтобы любая пусковая установка была одноразовой чтобы не один один раз пустили но это и больше не могли пускать но ваши теверные соседи которые вам доставляют неприятности и украине доставляют неприятность они тщательно следят за тем чтобы у хамаса были и оружие и грады и прочие виды ракет и пусковые установки и минометы чтобы хамаса было все теперь по поводу как это могло произойти знаешь у меня вторая жена вот обе моих жен это папы это полковники советской армии в отставке как повезло но у меня да у меня да у меня этот одну жену зовут звали ли на нынешние зовут и на обе они филологи переквалифицирующиеся медиков там очень много еще но видимо мне нравится что-то вот какие-то общие параметры и у обеих этот папы полковники вот первый тесть когда он приезжал ко мне в израиль мы я его водил гулять по наталья где-то дожил и у нас наталья была тогда чуть ли не главный город который подвергался террору и вот против вам по за два года примерно там что-то за несколько лет в наталья произошло 15 терактов и все они произошли на одной улице вот как въезжает город улица за палестинских территорий улица герцеля вот на ней происходили все 15 то есть палестинцы они долго не думали не вправо поймут не влево все теракты на улице герцеля и около центральных улиц города но улица по которой ты въезжаешь мимо торгового центра торговый центр в наявите обычно называют кеньон каньоны и вот огромный клан не то низкий каньон в нем было девятеро из этих 15 9 ну я не помню но то примерное соотношение такое и все эти 9 терактов были с одной стороны торгового центра у одних дверей ни один раз террорист не прошел вовнутрь его все время останавливала охрана а проверяющие но место где там работали охранники это называлось местом смертника потому что там постоянно проходил проект проходил взрыв террориста и он взрывался вместе со охранниками торгового центра так вот их до досматривали на входе и он устраивал и вот мой те смотря на это мы перешли через дорогу он не сказал я их не понимаю а сколько еще исходов у торгового центра я сказал еще два ну с одной стороны из другого крыла из подземные стоят то есть вообще-то есть 4 но все они жили в одно место и не шли в другие магазины они жили только в этот торговый центр он говорит я не понимаю и вторая вещь но ведь у террориста может быть пистолет он может сначала выстрелить в охранника а потом пройти и взорваться с бомбой которая на нем на но навечно почему почему они так не делают и если я что-то отшутился не подавая мидей но вообще-то он был прав вот как-то существует какая какой-то стереотип вот нет чтобы теракты могут быть такими мы такие теракты готовы отражать они такие теракты проводят и очень редко бывает с нашими террористами может быть из-за отсутствия фантазии у них может быть из-за действительно какой-то конвенциональности что это вдруг переходит какую-то другую качественную группу до проходит на другой качественный уровень вот то что произошло сейчас в принципе израиль знал каким неожиданностям ему готовится и готовился именно к этим неожиданностям но бывает неожиданности которых мы не знаем вот к этим неожиданностям израиль не готовился это раз опять таки у нас стоял там прекраснейший забор безопасности которая была оборудован датчиками где я который был связан с компьютерами и так далее но компьютером заменили хакерская такая картинку датчики какие-то отключили а потом забор не как обычно обычно роют туннели под заборами это мы умеем обнаруживать постепенно а просто направили кучу бульдозеров на забор и они снесли забор 80 местах и был прорыв кто мог сделать такое такой прорыв кто мог этот помочь им это расследуется но и я этот не скрываю свою свою версию о том что тут есть очень четкие отпечатки пальцев такую хакерскую атаку против израильской армии не мог сделать не хамас не даже иран такую хакерскую атаку может сделать только спецслужба одной страны российской федерации кроме того вот центральная центр национального сопротивления армия украины в ссу он этот считает что у нас принимали участие но обучали хамасовцев а боевики группы ваннер которые после того как их перебросили из белоруссии они были направлены стран африки и туда же мы знаем это направлялись учиться боевики хамаса в этом ничего нового нет большинство палестинских комбатантов готовились в период нашего детства в крыму в школе кгб да из союзников хамаса только россияне имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса которые хамас нет таких вот беспилотники которые могут это разбивать вот такие системы есть только у россии и этот опыт есть только у вагнеров которые передали в террорист ну то есть вот беспилотник которые механизмом сброса которые были кадры когда по танку попадает да не но данном случае я имею ввиду систему наблюдения это гораздо важнее было чем чем танки танки это было уже потом они застали на наброс пол теперь это вещь которые могли сделать только теперь есть понятное дело что хамас в любом случае хочется убивать израильтян это нормально еще больше он хочет чтобы гибли палестинцы потому что ноги именно на гибель палестинцев они собирают гранты они собирают деньги то есть для хамаса очень важно выставить себя жертвой и показать то есть их для хамаса гибель израильтян это конечно удовольствие но бизнес их настоящий это заставить израильтян войти с операции и заставить гибель теперь другие причины того что произошло кроме систем наблюдения при всем уважении к электронике должны быть солдаты должны быть военнослужащие должны быть определенное количество сил мы это видим кстати говоря и в украинской войне при всем уважении к новым видам вооружения а старые этот бесценный человеческий капитал никто не отменял так вот там у нас произошло следующее последние дни у нас есть такая у нас есть палестинцы в газе есть иудеи самарии и вот иудеи самария наши два министра министр смотри чем министр бенгвир из обе из фанатической партии религиозных сионистов оба там бенгвир семь раз осужденный израильским правосудием смотри это то судимый тоже они решили что они поведут поселенцев на хулиганские акты в районе хавары но нас министр нашелся смотришь который сказал что хавару нужно стереть с лица земли лимхок от хавара понятное дело что не стереть ему никто не даст но вот они показывают что вот их публика она такая боевая и они готовы делать проблемы проблемы они делают в основном израильской армии которая должна разгораживать их и палестинцев и больше всего страдает при этих попытках но для того чтобы как-то соблюдать хоть какой-то порядок с границ газа была переброшена большая часть дивизии газа они были были переброшены и батальоны гос в результате дивизия в результате граница с газой была оголена с точки зрения человеческой есть еще одна вещь здесь тут целый ряд вещей которые совпали этот у нас уход и этот у нас а там подготовка к своим внутренним расприям потому что и вот правительство решила воспользоваться этот натаньягу вообще получив предупреждение от египетского министра разведки который сказал что хамас готовит большую провокацию он сказал что пусть тот его не беспокоит мы сейчас занимаемся в основном иудеи и самарии и поехал отдыхать на голландские высоты вместе живой а потом это баба такая ситуация еще целый ряд таких вещей которые просто на поставались одна на другой кроме всего прочего вот есть одна вещь которую хамас может показывать всему арабскому миру для того чтобы собирать пожертвования это вещь которая называется храма гора дело в том что ну при всем уважении к страдающим палестинцам они очень мало интересуются мусульманскими но мусульманский мир очень мало интересует проблемы блокпостов воды трудоустройства палестинцев они как-то больше интересует нас потому что ту же газу израиль поставлял воду до последнего дня буквально и на электроэнергию газу просто поставляла израиль и многие другие вещи в газу поставлял израиль то есть мы заботились об этом они мусульманскими но на что мусульманский мир готов давать деньги добровольцев посылать солдат кидать оружие это только на вопрос храмовой горы где находится мечеть и акс поэтому это нынешнюю операцию хамас назвал не полякс и что такое связанная с лякс а почему если это начало третье антифады то давайте вспомним что две предыдущие антифады начинались вопросы лякс ну допустим 2 антифада началась после того как рель шарон поднялся на храмову и а у палестинцев началась этот а вторая антифада а первая началась того что правое подполье она там хотела взорвать по моему ракцию там тоже был целый ряд провокаций связанных с меня мечеть и раз теперь почему что происходит с этим с этим вопросом храма горы храма гора которая по идее должна быть священна для всех трех аврамических великих в этих религиях играет разную роль понятное дело храма гора это место где стоял первый храм где стоял второй храм и для иудеев это место особенно священна говорили мудрецы второго и последнего быть может храма мир глазное яблоко что видит судью создателя и бога океан его белок огромный земли роговая оболочка а зрачок земли еру шалая храм же отражение в зрачке то есть если есть глаз глаз этот видит бога и бог отражается и отражение его это иерусалимский храм а при тите ну и висплеся не храм был разрушен храм был разрушен после чего сначала римская империя потом христианская византийская империя сделали все возможное чтобы там не было еврейского присутствия более того христианстве оказалось ну такое пророчество своеобразное христос говорит что там где стоит храм там где будет мерзости запустения и вот дальше случилась такая вещь евреи оказавшись без храма пережили так называемую раввинистическую революцию когда раввины создавшие талмуд сказали ребята не надо восстанавливать храм когда придет миссия храм спустится в небо с неба вместе с миссией а а вы вот ваша задача не храм восстанавливать а учить тексты учить письменную тору устную тору и так далее а храм спустится вот а почему есть религиозное объяснение то которые давали эти мудрецы тому да а если брать этот исторически то то что мамзан то домом зан назвал раввинистической революции это раввины умудрились переключить в иудаизм со жреческой службы власти жрецов к власти раввинов готовить толкователи древних текстов это была еврейская позиция достаточно долго вот до государства израиль и плаву не подниматься на стену не делать теперь у христиан очень быстро в средневековье возникло что в исполнении пророчества надо таскать на храмовую гору мусор и они со всей высоте округи сносили на храмовую гору мусор и там накапливалась а мусорная свалка на храма горе поэтому когда а евреем запрещено было жить вюзами поэтому когда туда шли арабские войска халифа амара то вели проводниками и полководцами евреи которые желали освободить иерусалим от власти христиан и вместе с арабами они захватили иерусалим и когда был захвачен иерусалим то халиф амар сказал но теперь этот показываете ваш куск-элькутск куск-элькутск на арабском коды шахадашим на иврите это вашу святая святы поэтому одно из названий его салима и на арабском и на этот иранском связано с этим куск-элькутск или пудза то есть святая святы и евреи отвели халифа амара нам эту храмовую гору он поднявшись на храмовую гору снял себя свой белоснежный плащ халифа нагрузил туда мусор и первым спустил с храмовую горы этот мусор но еще столетиями христиане ночью таскали мусор на храмовую гору во исполнении пророчества вот а мусульмане их за это казнили последних казнили прямо ну непосредственно перед началом крестовых походов двух старушек казнили которые туда пытались принести мусор потом конечно принесли пришли христоносцы и вырезали все население у салима и евреев и арабов и мусы и христиан тоже кстати и запутали будущих гидов археологов и так далее что где в этом иерусалиме находится поэтому допустим если ты ко мне приедешь салим я тебя буду вестить я тебя поведу на могилу иисуса согласно православной версии православной католической грузинской армянской все эти считают что он находится вот здесь захоронение иисуса и захоронение иисуса согласно протестантской версии и покажу там гефсиманский сад согласно одной версии и гефсиманский сад согласно другой версии когда ко мне приезжали недавно туристы из канады я вышел с ними из храма гроба господника вот это тут находится гефсиманский сад они искали как удобно они все расположили близко друг другу понятное дело в историческом иерусалиме скорее всего не было близко друг другу но креста но сейчас там все близко друг другу так что ну нет не затем так вот а так было до а это за ну птионизма до возникновения государства израиль а потом шестьдесят седьмом году израиль в ходе войны шестидневной войны освободил весь евусалим и израильские десантники первые три израильских десантника забравшись и туда передали о рации арабайт бедейну храмовая гора в наших руках но еврейские раввины еврейские ортодоксы немедленно выступили против этого частности ли ты главный раввин литовского направления раф шах сказал что если маши даян маши даян сразу стал что я начинаю прямо сейчас строить храм раф шах стал что если маши даян будет заикаться об этом то он пас пошлет этот своих ешеботников которые будут поджигать себя и как смертники гореть на всем протяжении дороги от тель-авива до иерусалима чтобы осветить маши даяну дорогу и привести его в сознание а вот главный сефарский раввин рафа вадисевск а он же не только израильский полицейский не должен поднял подниматься на храмовую горы даже на вектолете ее облетать нельзя в результате контроль за этот храмовой горой был отдан арабскому ваку фактически и ордании которые там наши полицейские контролируют только снизу горы потому что еврейская ортодоксия против но потом возникли вот эти вот фанатики даже по отношению к ортодоксам которые считают что нам надо приближать приход миссии машина а для этого надо подниматься на храм и гору построить там этот храм и вот на как раз вот на эти праздники у нас фанатики из партии которые сейчас находится правительстве представителем которых является министр полиции вот это маргангер мой хороший знакомый и так далее они пытались прорываться туда более того они туда под все время пытались протащить ягненка а вот как ты думаешь зачем туда ягненка протащить жертву а вниз для того чтобы принести его в жертву потому что в иудейском храме приносили жертвы но животных то есть понятное дело жертвоприношения были во всех древних религиях иудаизм был первой религии который запретил человеческие жертвоприношения а вот после падения храма именно в иудаизме первым были принципе отстранены жертвоприношения вообще да и это наследовал и христианство и ислам но в древнем иудаизме жертвоприношения животных были так вот они пытались понести ягненка для того чтобы понести жертву а опять таки у них возникало это призывы освободить храм и гору от алякции и так далее то есть они сделали все для того чтобы сдать хамасу газогные карты и оголить границу одновременно ну и мы получили то что мы получили я всегда говорю и это моя точка зрения я этот когда читаю лекции говорит что во всех таких столкновениях самое страшное это неадекватные фанатики с нашей стороны брикад вот неадекватные фанатики с той стороны баррикад они конечно же страшны но неадекватные фанатики с нашей стороны они гораздо страшнее но понятно но я понимаешь это достаточно запутанные вещи чтобы они быть легко ясными не она понятна этих объяснить так чтобы они были были понятны опять-таки соглашаясь с владимиром копчаком это одна а это точка зрения вот моя это понятно что ты сказал да но я продолжаем потому что тема то она достаточно я стараюсь отвечать на вопросы которые ты задаешь понятно что в этом вопросе в отличие там армян от армян азербайджанского конфликта а мне сказать гораздо больше и что гораздо хуже как мне кажется вот тут у меня нету вне находимости тут у меня нету отстраненности тут я себе понятно что у тебя и там нет давай так быть так или иначе все рабы своей лампы то есть понятное дело что у нас есть какая-то точка зрения но я могу сказать что вот допустим 30 чем-то лет назад я был абсолютно про армянский настроенный я вообще не замечал этот до какого-то момента ну а вот правоты азербайджанцев у меня это должны были произойти изменения я должен был помогать беженцам и армянскими язербайджанцев я женился на бакинке и многие другие вещи еврейские сбоку а ну все привет сейчас сейчас все очень быстро объяснят почему ты такой не но я я просто говорю что для того чтобы понять что тут нету одной правой стороны что обоих двух сторон есть и своя боль и свои претензии и своя правота и тогда я просто потому что понятное дело что у человека могут быть стереотипное видение другой вопрос что если а ты это делаешь усилий пытаешься понять ты это понимаешь а допустим сегодняшняя ситуация в грузии я ну политической ситуации я допустим очень многими людьми об этом говорил но я ни один раз не высказывался почему я не высказывался просто я не считаю что я сформулировал свою позицию поэтому я могу я могу мне интереснее слушать я как всегда когда бывал в свое время другое дело ну а это было именно стоиме на сахаре сахаре я могу даже больше сказать что я присутствовал при том заседании которое было в Иерусалиме где впервые задумалась то что потом условно стал называться веничковой революции веничковой используя веников в белийских тюрьмах против заключенных ну то есть использовано что может быть использована против саакашвили представители тогдашней грузинская оппозиция я не буду называть имен и фамилии включая журналистов которые это раздували они встречались по этому поводу в Иерусалиме так это ты виноват в том что у нас я присутствовал на этом заседании все значит ты виноват я тебя услышал я тебя понял мог бы не говорить такие вещи обычно скрывают нет я не говорю что это я сделал но я присутствовал я это очень внимательно слушал по поводу саакашвили там был целый ряд вещей этот ладно не оправдывайся мы сейчас про израиль говорим давай дальше так или иначе вот если он ван стайн мой старый друг во многом единомышленник во многом наши взгляды расходятся и он в штатах сша ты наверняка его знаешь Леон вайнштейн вайнштейн и он выдвинул следующую теорию о том что мол вполне возможно это было осознанная жертва для того чтобы в конечном итоге уничтожить хамас уничтожить терроризм и получить карбаш на это я поймите я не знаю чем это чья это жертва кто принял решение надо понимать что конечно бенемин натаньяго великий политический фокусник и она еще умудрится выкрутиться но то как это выглядит сегодня для почти всех политических наблюдений наблюдателей экспертов журналистов это выглядит то что это бесславный конец его карьеры но ровно так же как война судного дня была бесславным концом для голдемир тут не нет это не это если уже говорить про америку то есть тут совершенно другая вещь которая это должна быть упомянута дело в том ну вот этот вот американский план связываясь но большой дороге дорога байдена до которые требовал заключение мира между саудовской аравии и израиле на которой саудовская аравия была уже готова мы можем точно сказать что если бы трамп был переизбран двадцатом году то скорее всего мир между саудовская аравия и израилем был бы уже подписан давно ну то есть у каждого политика для каждой страны есть свои плюсы свои минусы в этом отношении трамп с его соглашениями авраама был просто подарок для израиля ну это я должен сказать как израильтянин сколько бы этом не критиковал по другим вопросам но как израильтянин я не могу не быть ему благодарна так вот а это соглашение но саудовская аравия поставила вопрос ребята ну мы готовы это сделать но вы для этого должны во первых как-то успокоить нормализовать отношения с палестинцами пойти тут там на какие-то льготы поблажки и так далее и понятное дело что эта ситуация она совсем не устраивала несколько сил во первых она не устраивала радикалов из числа палестинцев потому что они становятся абсолютно не агревантами если затишье на чё хамас будет собирать деньги на какие цели им нужно кровь для того чтобы деньги собирать этих бизнес во вторых она понятное дело не могла устраивать иран почему она не может устраивать иран понятное дело иран рассчитывает что саудовская аравия может дружить либо с одним врагом либо с израилем она подружится либо с ираном вот китай сделал все чтобы это наладить отношения между саудовской аравии ираном и когда эти вещи происходили то говорили в том что я у тебя в эфире говорил что это во многом за счет израиля за что либо мы будем это это делать либо они есть другой ну дружат собакой они дружат за счет повара вот поэтому иран опять таки я не не отрекаясь от той теории который я у тебя не раз высказывал о том что иран очень хотел слить три войны в одну и готовился готов все возможное для этого тут кстати я не могу не выразить этот ну не снять шляпу перед или везением азербайджанцев или но стратегическим мы видим азербайджанского руководства которые за за одну не сутки вытащила себя из этой игры во всяком случае на ближайшее время вот решил вопрос карабахом течение суток кстати извини кстати у меня вот с этим тоже был вопрос вот это все я постоянно помню и тебе задавал вопросы почему азербайджан спешит почему азербайджан спешит почему вроде бы как ну спешить татаро торопиться было некуда я я честно говоря я после всего что сейчас произошло я гораздо выше стал ценитель хамали и вот его вот это стратегическое видение ну конечно очень точно он всегда выбирает точные ну его тайминг не подражает тут еще могла быть могла быть информация я понимаю но дело в том что это дед ты понимаешь если была информация туда вообще но с информацией вот как перед войной судно не была вся информация о нападении но дело в том что информации всегда много дальше есть вопрос какую выбрать вот это я имею ввиду баку могла быть информация о том что куда было но опять таки дальше вопрос извини это принятие решения а это и вопрос стратегирования и еще гораздо больше это вопрос того что это американцы называют болтс на русском это обычно называется более неприлично я сейчас я сейчас подумал о том что ну действительно само наличие вот на земле этого конфликта оно бы могло бы сериализировать сразу же это именно то чего готовила иран готовила и русские вместе иран и россия безусловно и вот для того чтобы отвлечь отвлечь и том числе а вот украины они иран то о чем ты говорил соединение трех войн в одну да и я же говорил о том что армению нужно вот это вот как ну звено оттуда вытащить как и другие возможные звенья и армения добровольно не согласилась и оливье просто пинком ноги этот вышел а то что понятное дело сейчас мы знаем что иран сейчас нагнетает у нас на северной границе его прокси кизбалла этот нас цепляет мы отвечаем и это может перерасти полномасштабную войну еще и на севере у нас это да и по именно поэтому американцы посылают свой флот в регион потому что их сил достаточно для того чтобы уничтожить это тело этого флота достаточно чтобы уничтожить пару маленьких государств до понятное дело что если хизбалла вмешается войну то американцы тоже вмешаются если сирия вмешается войну американцы тоже есть ресурсы вмешаться войны у всех есть вопрос достаточные для уничтожения израиля нет это недостаточно для уничтожения чем я у нас с первого дня этот вспоминает что вот это же произошло ровно через 50 лет и один день после войны судного дня до ровно а передачи мы записывали за день до нападения хамаса так вот и очень часто сейчас сравнение то что произошло с тем что происходило 50 лет назад но это некорректное сравнение почему она некорректная потому что то что происходило 50 лет назад вот тогда силы которые были против израиля они в принципе потенциале имели шанс уничтожить государство израиль египет сирия та сирия это советский союз поставлявший им оружие объединившийся арабский мир который давал деньги и опять-таки и покупал всякие вещи для для них это силы которые потенциале могли уничтожить государство израиль и не даром этот машина я думал самоубийство кидаясь на поле боя или о коллективном самоубийстве приводя ядерных физиков на заседание пресс это известно то что происходит сегодня с хамасом не угрожает государство израиль и не может она может угрожать жизни и безопасности израильтян вроде меня вот у меня под домом первые часы упала ракета взорвало несколько машин у меня в разных комнатах стекла немножко почернели от черного дыма потому что машина упали машины взорвались от этой ракеты то у меня мы с детьми должны бегать в убежище а был там музыкальный фестиваль хамасовцы заехали на музыкальный фестиваль и расстреляли молодежь который там слушал музыку и танцевала они и так далее это очень противно видеть очень противно видеть как хамасовцы захватили в качестве трофея пятилетнего еврейского ребенка отвезли его в газе и там поливают нечистотами оскорбляют и таким образом празднуют победу понятное дело что вот те кто так делает их существе называть человеческими существами нельзя но этот это не он что они не могут уничтожить страну они могут угрожать жизни конкретных графов и даже если хизбалла сирия и иран мешаются они все вместе не могут уничтожить государство израиль поэтому наши армянские друзья зря радуются вот я хочу им передать очень сильно не ну я просто и я я не ожидал такого поведения поэтому сильно пишут вот но это и уничтожить государство они не могут понятное дело что карты раз когда происходит такая вещь то дальше израиль уже готовится к качественно другим терактами и готовится совершенно по-другому ну то есть условно говоря если бы на входе в не то низкий торговый центр террористы повели себя так как видел полковник левит мой тесть то израиль бы изменил свою охрану торговцы но они счастье вот там вот 20 уже почти 30 лет так себя не ведут окей это понятное дело что каждый раз то что происходит она изменяет опять-таки вспомню в сша когда-то были была возможность зайти в кабину пилота в самолете а после 11 сентября самолеты изменились досмотр изменился много чего другого понятное дело что сейчас будут происходить изменения в том числе на уровне службы тыла на уровне организации граждан и много чего другого но что делать таких такой ситуации мы живем ты сказал после 11 сентября я не помню литовская фамилия было этих отца и сына которые угнали самолет в свое время в турции мужика тогда было стердеса убита это 77 75 или какой-то год я потом посмотрю после этого в советском союзе стали забирать сша почему-то не стали петух тут клюнул там не клюнул у жаба тинска есть очень хорошая фрагмент в слове о полку где ну там в его автобиографической просьбе он написал что когда вот турция вмешалась войну он этот был военным корреспондентом который писал для российской пресса для британской пресса и но он был вам на территории франции на фронте и вдруг он услышал о том что турция вступила войну и дом момента вступления турции войну он стал за войну абсолютно чужой тут турция вступила войну и он понял что это его война что тут можно участвовать что тут можно добиваться это там и надо быть на стороне на той стороне которая против турции то есть его интересовала на чьей стороне турция вступила если бы турция вступила бы на не создать германия против германии он был за германию почему потому что жаба тински четко сказал что у там всех есть какой-то шанс уцелеть но у турции который такой вот горшок побитые обмотанные у нее нет шанс и вот я ухать наносится с этой идеей он начинает собирать общественное мнение и он едет в испанию где проживает изгнанный из парижа великий психиатр великий психолог если бы в свое время нет фрейд не было бы фрейда просто вы сами что фрейд не родился то скорее всего он бы на современная психология шла бы от него потому что он тоже из вены тоже психиатр тоже очень известный а макса дал то в какой-то момент он и фрейд конкурировали друг другу потом фейдизм оказался более привлекательным да и вот он а макс надо он поддержал этого герцеля и стал еще одним из теоретиков сионизм и вот жаботинский приезжает и говорит вот я тут придумал так 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 вот это же очень логично народа у его высушил и сказал молодой человек что я хочу вам сказать все что вы говорите очень логично как вы сказали но это логика а логика наука греческая евреям она не свойственно евреи мыслить не логикой евреи мыслить катастрофами еврей не купят зонтика только потому что увидел случай это неинтересно еврей сначала пойдет под дождь промокнет получит воспаление легких переболеет выздороветь а потом пойдет покупать зонтик потому что он познакомиться с тем что его такая катастрофа возможно вот к сожалению очень многие вещи в вопросах безопасности мы обучаемся только при помощи катастроф и допустим когда говорят почему этот бен-гурион никогда террористы в аэропорту бен-гурион террористы никогда не проникает самолет потому что инструкции аэропорта бен-гурион оплачен крови крови погибших ну и последний вопрос в общем то у нас время конечно же поджало последний вопрос хорошо сейчас понятно что задача израиля уничтожить хамас это ясно это в принципе никем не подвергается сомнению нет наше правительство подвергается наше правительство совершенно другую цель и что же нашим политическую организацию нет даже не даже не так дело в том что израильское правительство провело вот там ночью два дня назад заседание и после заседания канцелярия премьер-министра сообщила но целью войны является уничтожение военных и управленческих возможностей хамаса и исламского джихада чтобы лишить их возможности угрожать граждан израиля и наносить им ущерб то есть не цели уничтожить хамас не было не и не ставится сейчас другой вопрос я думаю что израильское общественное мнение заставит правительство пойти на свержение власти хамаса в газе потому что без этого хамас будет и оправданно будет считать что он выиграл потому что то что сделал хамас сейчас вот это 130 заложников тысячи погибших пятилетний мальчик которого они нечистотами забрасывают им позволяет себя считать такими супергероями поэтому даже если в случае сегодняшних боёв будет убить лично руководитель хамаса в газе их я свар я этого то ничего то они будут считать себя победителями а если хамас будет считать себя победителем то это может обозначать что он овладеет и иудеи самарии и более того радикалости числа израильских арабов могут пойти за ним поэтому но необходимо уничтожить но правительство натаниягу течение последних 14 лет она не только не пыталась уничтожить хамас она его укреплял 2009 году натаниягу пришел власти во время операции литой свинец первых операция выборами он снялся на дороге ложки он сказал мы идем власти для того чтобы уничтожить власть хамаса газе сбросить камаз газ это было его предвыборное обещание за 14 лет он даже не подумал его выполнять теперь вопрос почему надо него не хочет его выполнять ответ очень простой кстати говоря свое время именно ликут находясь власти позволил мусульманской братьям создать в израиле организацию хамаса зачем для того чтобы разделить палестинскую улицу разделить палестинцы у них существовал фаск организация освобождения палестины и создать хамас который будет региона почему-то нашим правом политикам показал что с религиозными им будет легче договориться потом выяснилось что это нет потому что за о.п. ну можно на них надавить через саудовское равичие египет в итоге там перед какими-то соглашениями которых арафат не этот хотел подписывать на него наорал на арабском мубарак он отключал на него там как подписывает собака и арафат подписал да она этот хамас может повлиять только голос аллаха но ни одного израильского предмельницы нету телефона на прямой связи с аллах вот потом в свое время шарон когда он пошел на так называемое одностороннее отделение пошел именно ради того чтобы хамас воцарился в газе ведь можно было подписать мирный договор и типа передать газу не уходить односторонним порядке типа уходить просто из газа можно было передать газу фаску но нет мы от высшие односторонние порядки подарив газу хамас для чего это делалось для того чтобы уничтожить палестинское единство для того чтобы людей самарии сидела одна группировка это а в газе сделала другая или а после этого газе приходит власти но хамас и хамас поступает фаском они сбрасывают с крыш они им простреливают колено коленные чашечки и короче говоря просто уничтожает фаску помогать но течение всего правления последнего 14 лет на таньягу израиль укрепляет хамас и ослабляет вас почти чем это делается дело в том что вот нынешняя этот власть в израиле они очень боятся того что сша западный мир мировое сообщество будет заставлять израиль пойти на этот мирный переговор мирный переговор нас могут заставить пойти только спас хамас в этом отношении даже для всех наших это те кто готовы на нас давить он не договороспособен поэтому имеет хамас это значит имеет гарантию что израиль не уничтожает не угрожает давление сторону мирных переговоров и поэтому на таньягу всеми сервисе он заключал сделки то он заключал сделки хамас есть и передавались плены а то они передавались хамасу то есть и ну это не плены а заключенные в обмен на на залоге и ты и так далее то есть хамас нарочито усиливался а подкны нарочито ослаблялся при этом при том что фаск готов был с нами сотрудничать в деле предотвращение террора но всяком случае при обумазании а хамаса нет но хамас еще одна из вещей успел умудрился создать последние годы такое ощущение что они как-то уже разлинились это сытый код на таньягу заключил сделки что катар через израиль передает хамасу деньги а на катарские деньги хамас будет тихо спокойно жировать и не будет трогать израиль и если кто имеет дело против израиля то это исламский джихад а хамас типа успокоился и это очень сильно замылило глаза израильскому руководству потому что даже представители израильского руководства они опять-таки нынешнего безумного они говорили что надо уничтожить это вообще политинскую автономию а про масса ничего такого не говорили и сегодня если это будет зависеть от на таньягу и нынешнего израильского правительства они не будут уничтожить хамас они за хамас готовы доплачивать это парадокс что из-за того что мы боимся мирного процесса мы не можем выиграть войну что значит не можем потому что выиграть это значит уничтожить власть хамас в газе а если ты на это не готов то любой другой исход это победа хамаса а потому что ведь я что такое победа и что такое поражение это зависит от критериев я рассказываю последнюю вещь и после этого можно попрощаться а в 2008 году мы с моей личной женой тогда только начали встречаться мы я ее предложил поехать в египет несмотря на предупреждение там что не надо и как мы решили поехать на еврейский ps в египет чтобы ну лава с этой то есть вечер п вечер исхода выйти вместе из египта вот мы такое решили сделать себе поездку потому что недаром говорится что каждый еврей в каждом поколении должен себя чувствовать исходящим из египта очень мы решили и к мы гуляем весной 2008 года по каиру и я вижу там объявление о том что они празднуют этот готовится празднованию 30 летия победы вот сейчас у них 30-летия победы я не понимаю какой победы я спрашиваю не гай победы войне судного дня какая победа израильские танки стояли под карьером танки агели шарон стояли под каиром какая у вас победа это раз во вторых война была осенью чего вы празднуете весной 3 война была 35 лет назад в 2008 году чужой и и и празднуете вы говорите 30-летие победы вас чуть исключение совпадает потом я вдруг догадался они празднуют 30-летие со дня кем дэвида но кем дэвид они видят как победу бы не зубного дня ведь и насти полуостров то им вернули одно время войны или после войны так это уже другое так вот зависит от критерии победы вот того 2 ливанской война который опять таки не пришлось участвовать у нас мы добились совершенно такие вот невиданных результатов которые можно добиться в войне с партизанами а насрала с тех пор боится выйти из бункера но насрала остался жив бункер и он считает это победой а в израиле очень долго эту войну считали проигранный ну пока вот не прошло там сколько 17 лет и стало понятно что окажется вроде бы и не проиграли ну 17 лет тишины на ливанской границе было удовлетворить до этих последних событий поэтому что на имеется критерий можно назвать победы и поражением это зависит от критериев того что что и будет именоваться победой или поражением и если хамас уцелеет газе то этот исход даже при десятках тысяч убитых будет для него победа чем больше погибнет палестинца для него тем лучше потому что тем больше они получат грантов на восстановление на новые теракты и на многие многие новые вещи про то идет речь о том идет речь что война я всегда это повторяю но я повторяю по отношению к другому конфликту но в общем-то это универсальный война идет до тех пор пока не подписан мирный договор и пока не решены проблемы последний самый последний вопрос потому что мы правда чудовищно перебрали по времени но мы знали что мы переберем все таким ты веришь в политическое решение скорое политическое решение когда-то он сказал что до тех пор пока существует классовое общество есть регионы которые постоянно будут конфликты и войны он назвал три таких регионов нам с тобой повезло жить двух с них то есть кавказ ближний восток имеется наш наш пятачок и балканы ну кстати говоря я думаю что на балканах они первыми скорее придут к замирению всех со всеми я думаю что на кавказе это не последняя война сожалению то что мы видели в сентябре вот и нашем регионе вероятным и последняя очередь плохо плохо я надеялся от тебя услышать другой более оптимистичный прогноз я все-таки надеюсь на то что не но оптимизм не заключается в том что мы победим сколько бы ни была война потому что пессимизма мы себе в этом отношении позволить не может как говорила головы голомер пессимизм это роскошь который евреи себе позволить ему израиля обязательно победит войне я в этом тоже не сомневаюсь важно чтобы израиль победил спасибо я снова что я благодарю всех кто это выразили сочувствие единство задавали вопросы большое большое спасибо даже если они всем успеваю отвечать извините у нас тут тяжелой ситуации спасибо давид береги себя береги своих близких мира до свидания большое спасибо дорогие друзья что были сегодня с нами всего доброго до новых встреч